Участников квеста поделили на три команды, в каждой выбрали капитана. На время квеста им предстоит стать единым целым. Вместе ходить по точкам, расположенным в старой части города, вместе находить подсказки и искать ответы. Это отвлечение от повседневной жизни. Какое-то занятие, которым не занимаешься каждый день, поэтому всегда полезно для отдыха заняться чем-то таким. К тому же вот эти ребята, я их никого не знаю, это тоже интерес. Поконуться в другой компании, пообщаться с людьми, которых не знаешь, с кем-то новым познакомиться. Формат квеста по городу активисты православной общины практикуют второй раз. Первый опыт случился зимой. По отзывам участников он оказался удачным и было принято решение сыграть еще. На этот раз квест решили посвятить покровителям семьи и брака, святым Петру и Февронии. В честь праздника все задания объединили темой «Любовь». Нужно знать и наш город, где какие магазины, где какие раньше были учреждения, как они назывались. Участникам квеста предстояло собрать недостающие части символа «Дня семьи, любви и верности» – ромашки. За каждый пройденный этап они получали белый лепесток. Ребусы, шифровки и загадки приходилось отгадывать путем мозгового штурма. Это про деревянные? Все деревянные. И что? 3D. Кинотеатр или магазин? У нас выдвигаются идеи, другие их либо поддерживают, либо опровергают. Таким образом мы приходим к общему знаменателю. Задание – да, вот сейчас мы уже немного в сторону ушли, но вернулись на путь истинный и дальше идем. Победителем квеста, посвященного «Дню семьи, любви и верности», считалась команда, участники которой первыми придут на финиш, пройдя все этапы. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова